В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны. Плохую новость принес заместитель министра Рябков. Сославшись на неоднозначную ситуацию в мире, пропагандисты тут же перехватили инициативу. Мол, ребята, наш чиновник просто ответил таким образом Пентагону, представитель которого до этого также данную тему поднимал. А вот теперь давайте я вам все это переведу на понятный язык и поведаю, как было на самом деле. Итак, Пентагон в лице замглавы Роберта Ворка действительно озвучивал опасения о вероятном возникновении проблемы под названием ядерная война. Но, и вот это очень важно, что конкретно сказал американец, а сказал он буквально следующее. Мы слишком многое доверили искусственному интеллекту, в том числе по линии военных ведомств. Это опасно, не дай бог где-то что-то перемкнет. Компьютер запустит ядерную ракету, все, приплыли. А вот теперь что затем брякнул наш? Негативная динамика, сложная международная обстановка, все это располагает. Господа, мне сейчас на самом деле страшно стало. Это что же за бандерлоги у нас на ответственных должностях сидят? Они ведь реально ядерную войну готовы развязать, хотя даже объяснить толком не могут. По какой причине? Блин, мы правда ту обезьяну с гранатой напоминаем, только в данном случае все гораздо хуже. Мы обезьяна с ядерной бомбой. И что в башке у этого примата никто не знает? Очень надеюсь, что я сейчас просто сгущаю краски. Начинаем! Ну и раз об американцах уже начали, наверное все слышали эту бредятину. Нами правит Америка. Ой, нами правит Америка. Нам же ничего не принадлежит. Все прихапали западные корпорации от нефтяных компаний до торговых сетей, магазинов. Версий на самом деле много, всяких и разных. Давайте попробуем сегодня какие-то из этих версий разобрать на атомы. Я со своей стороны попытаюсь развеять некоторые мифы, тем более, что уже начал делать это в предыдущем выпуске. Да не Америка нами правит. Из нас просто дураков пытаются сделать наши же правители, дабы не мешали мы этим уважаемым людям карманы набивать. Ну а как это сделать проще всего, вот я вам прямо сейчас приведу пример знакомый, уверен каждому. Стоишь, ты разговариваешь с человеком, смотри! И пока собеседник Авля отвлекся, ты раз ему и Саечку, знакомая ситуация. Так вот, политики наши поступают с нами точно так же, забивая людям головы всяким ненужным хламом, придумывая какие-то теории заговоров, озвучивая небылицы. Сперва через газеты элиты народу мозги полоскали. Затем через телевизор и радио. Теперь вот у них еще и интернет появился, в который вообще любую чушь сливать можно. Главное, чтобы ты сидел и жевал эту жвачку, а умники оттуда потихо и грусти разденут тебя до трусов. Это реальная журналистика сегодня о фейках, о том, кто и как дует нам в уши. Главную аферу нового тысячелетия предлагаю вытащить на поверхность. Сейчас поймете какую. Поехали! Вот сравнение должности президента России согласно Конституции с должностями советских руководителей. Здесь мы видим, что по возможностям Путин уступает даже председателю правительства СССР. Первый признак фейка – это когда Россию начинают сравнивать с СССР. Думаю, что из школьного курса математики вы помните, эти яблоки с авоськами не складывают, это даже не столько математический принцип, чисто логический идиотизм. Тогда какого вы ведетесь в этом случае? Два совершенно разных государства, с разными конституционными строями, с разными системами управления. Как можно их сравнивать? Конечно, у президента РФ меньше полномочий, чем было у председателя правительства СССР. Почему? В Союзе вся власть, по сути, находилась в руках одного единственного органа – ЦК КПСС или ЦК партии. Модель Российской Федерации предусматривает три ветви власти, ни в одной из которых не может быть исключительных полномочий. Президент выполняет скорее функцию смотрящего, следит за соблюдением равновесия, так сказать. И мы были поражены, когда узнали, что в правительстве работает около 1200 иностранных советников. Или все законы, все указы, которые Ельцин и Гайдар принимали, я же член правительства был, я помню, привозят на английском языке, а потом сидят там срочно, переводят, 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 и в 12 часов, час ночи нас собирают. Это вообще одна из моих любимых сказок. Особенно умиляет, как пропагандисты на данной истории спекулируют. Ах, в правительстве постсоветской России работали иностранцы. Ах, это они нам писали конституции, ну и так далее. Всю эту брехню кремлеботы пытаются обставить как неопровержимые доказательства. Мол, вот оно, нами на самом деле управляет дядюшка Сэм. Давайте я вам расскажу свою версию, более приземленную. Итак, жила-была огромная страна, и вот однажды эта страна развалилась на множество мелких кусочков. Одним из таких кусочков стала Россия, в которой так же, как и в остальных 14 республиках, люди растерялись. Просто, причем все. От бомжа до президента никто не знал, что делать дальше. И все бы ничего, вот только в этой новоявленной России осталась целая куча оружия, в том числе ядерного. Как думаете? О чем в тот момент подумал весь цивилизованный мир правильно? А если эти голодранцы, которые понятия не имеют, что натворили, завтра то оружие арабам толкнут, или папуасам, а то и сами пострелять решат. Естественно, в этой новой России тут же было введено внешнее управление, дальше рассказывать, или сами уже все поняли. Международный валютный фонд, МВФ, это специализированное учреждение ООН, которое создано США, находится в США и подчиняется США. Так вот, весь экономический курс России определяет именно он. Подорожание бензина, повышение НДС, пенсионного возраста, все, что связано с экономикой, это с инициативой Международного валютного фонда. Он, подобно партии КПСС в Советском Союзе, определяет экономический курс страны. Есть также постановление Верховного суда, где указано, что содержание указанных принципов и норм международного права может раскрываться в частности в документах ООН и ее специализированных учреждений. Еще один фейк кремлеботов, который они пытаются криво подсунуть обывателю, как очередное доказательство своей гнилой сказки. Экономика России напрямую от МВФ зависит. МВФ диктует нам условия. Это ли не пруф, что мы колония? Нет, это не пруф. Потому что правильно диктуют. Потому что когда Союз развалился, а все золото партии ушло в неизвестном направлении, молодой стране понадобились деньги на развитие, их взяли в МВФ и опять на пальцах. Слушайте, когда вы покупаете, например, машину в кредит, что написано в вашем кредитном договоре? Правильно, что вы чихнуть не можете, не посоветовавшись с банком. Почему же, когда международный валютный фонд кредитует целую страну, должно быть как-то по-другому? Не хотите, чтобы вам диктовали условия? Так закройте этот долг, наконец, все. Но за 30 лет никто этого не сделал. Долг как висел, так и висит. Мы только проценты по нему платим, а все то, что страна заработала за эти годы, и чего бы с лихвой хватило, дабы закрыть вопрос, тупо ушло налево. Растеклось по чьим-то карманам, по чьим-то обшорным счетам, опять же, продолжать или уже все понятно? Я почему-то думаю, что понятно. Так вот, к чему весь этот джаз? Все эти россказни о каком-то там теневом правительстве, из Ротшильдов, из Круджей, Макдаков, о масонском заговоре и так далее, да понятно же. Время идет, паровозик чух-чух-чух, вот только доехать хоть до какой-нибудь станции, мы все никак не можем. Скоро уже даже дураку станет очевидно, что нельзя 30 лет вставать с колен. Ну пора бы уже, где деньги, Зин спросят, нефти сколько за эти годы продали, газа, леса сколько толкнули, где деньги? Вот и придумали воришки для нас эту басню о невидимых заокеанских хозяевах и дани для них. А продажные балаболки из телевизора или ютюба вешают вам лапшу на уши. Нет, с другой стороны убедительно, грамотно ребята работают вот только в чью пользу. И вот это Крамола, и Михаил Советский в пользу очередного жулика, который и так украл у тебя родину и жизнь на несколько поколений вперед. А вам хочу сказать, ребят, ну не слушайте вы все-то подряд. Учитесь анализировать, ладно, все, закругляться пора, обдумывайте. А это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Жду вас на ютюбе и в соцсетях, подписывайтесь, в друзья добавляйтесь. Темы предлагайте, поднимем и обсудим. Я же за сим спешу, откланяться пока. Пока!